всем мой предновогодний привет решил все-таки сделать по-быстрому ролик по одной из своих разработок пока картошка мундире и яйца варится для праздничного оливье давно он хотел это все показать это вы уже видели когда-то это прототип вот этот вентилятор я вам его показывал вот здесь были обкладки сделаны таким образом и на сами лопасти были приклеены медные пластинки показал себя неплохо но я искал как можно побольше то чтобы были размеры и пока мне дошел вот этот вентилятор я вам тоже его показывал 22 сантиметра диаметр лопастей долго он ко мне шел потом все никак в руки не доходили его сделать ну вот пару месяцев назад я наконец сделал и сейчас уже пошли за эти месяцы испытания показал себя он довольно качественно интересно и даже выше моих ожиданий запланированных то что я вот теоретически когда рассчитывал что что-то из него можно будет получить из-за такой конструкции как оказалось да даже больше вот я вам немножко покажу продемонстрирую как обычно это все делаю сейчас я на усиленном генераторе включу вентилятор сейчас запитывается где-то около пяти вольт вот про эти индикаторы я как нибудь другой раз расскажу один из вариантов индикаторов пока будем рассматривать вот именно эту конструкцию и как она все собрана ну это я все традиционно показываю еще можно такую это на увеличенном генераторе и так далее сильно заморачиваться не будем значит конструкция самого девайса такая вентилятор на его лопастях медные пластинки наклеены специально брал прозрачные и делал все прозрачные до применил немножко по-другому трифиляр сейчас вот экспериментирую над этим уже кстати давно экспериментирует а я так снова значит сейчас подключаю на обычный генератор как видите не особо меняется тут мощность вот тот же генератор который автономный я уже его опять переделал сейчас здесь строим контроллер но одних попозже и вот об этом и об этом все попозже они тоже все все модернизированные дальше по цене тем что я показывал раньше значит вот что у нас имеется сейчас ну тут я показываю пока вот как с этим мощность значит в чем особенность и что я все-таки хотел и предусматривал в этом плане значит вот дают двойную модуляцию смысл в этой системе таков дается модуляция как электрическая обычная как генератор модулируется вот например сейчас 17 герц делаем вот генератор на маленько врет сейчас на самом деле 7 они 8 чистота шума на типа так для красного словца вот такая система модулируется этот и еще модулируется этот в общем довольно серьезное ощущение чувствуется значит знаете как вот если приложить груди там или к животу ну или к спине ощущение такое вот как вы помешиваете например в кастрюле борщ там или суп вот так вот просто помешиваете это ощущение внутреннего типа такого конечно не так сильное чтобы уж совсем так все выворачивала но вот есть такое и да но я считаю достаточно эффективно будет действовать на организм в плане лечения и уже я и на себе это заметил и вот жена тут испытывала на себе то чем самые такие варианты недугов которые вот другими средствами как-то слегка только трогались и никак не это то вот это более глубоко прошло и вот принцип таков главное что вот вот статья 12 вольт то что я показывал вот сейчас отключаю вентилятор подключаю сюда ща 12 было 5 но стал быстрее крутится вот вам автономная система как я вам показывал и рассказывал что вот на аккумуляторах у вас все автономно и вы можете просто ходить с этим вот приложились и ходите если без вентилятором то можно и так просто ходить а с вентилятором дополнительно создается мало того что как я уже сказал чисто электронная система взаимодействия то есть происходит модуляция именно в этих 300 килограмм примерно тут плюс-минус не это главное именно частоте а то что идет модуляция определенная и еще дополнительно внешняя среда раскручивается при помощи вот этого вентилятора и вот получается что на самом деле то есть вихревая система работает еще второй системой вихревой уже механической это все складывается и болтанка довольно мощное происходит значит чтоб сильно не затягивать я вам расскажу и покажу как этой конструкции можно воспользоваться вот я ее разбираю на 4 пластиковых болтах значит что я тут сделал что было яснее взял ленту медную наклеил сюда наклеил сюда сюда и сюда вот с зазорами а уже серединку вырезал кусочек посередине и наклеил и потом уже наклеил перемычки но дело то что перемычки маленькие если побольше то да да не надо было но так как они маленькие все-таки там контакта особо нету потому что клей он дает прослойку там емкостная связь есть но тогда надо площадь увеличивать больше а все-таки медная она достаточно дорогая лента как бы решил поэкономить и вот просто паяйте кончики сюда вот площадочки такие и все этого достаточно потому что если делать большие вот так вот в перехлёст то этого будет достаточно не надо ничего паять но когда маленькие тогда лучше всего спаять потому что емкости маловато и вот как вот идет последовательная система вот видите какая она последовательно относительно то здесь уже чувствуется что мощность меньше чем вот здесь например а в случае если спаивать все то есть что тут что тут одинаково конечно узор может быть другой я просто взял по оптимальному вот размеру то есть приложил вот так 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 по вырезал по вырезал лишь не убрал поставил перемычки еще но именно чтобы она выходила друг на друга вот так вот может можно сделать вот одно в другое в ходе спирально это уже дело такое вот как я вот такие спиральки делал на предыдущую модель но с двух сторон но все-таки вот это более будет эффективное чем если делать вот с двух сторон это если делать вот так вот сделать систему и например тут вентилятор тут вентилятор 2 вот в такой конструкцию но конечно это все сложнее то есть вот такой полу посох получится свернутый он тоже я считаю будет иметь эффект но с этим надо все пробует почему такая конструкция вот здесь как видите медные пластинки на каждой лопасти и еще мне вот например намекнул валентин дондорф поставить сюда магнитики это вот пока поэкспериментирую еще с этим как она есть еще месяц не знаю сколько на другой вот а потом еще наклеить сюда магнитики посмотрим как одна среда будет накладываться на другую среду и что из этого выйдет пока не знаю это чисто так рекомендации от валентина и в принципе она может быть как-то чувствоваться но пока не знаю значит вот двигатель делается так да и еще режим работы я сперва думал что он сюда встроить регулировку то есть например там от 5 он где-то заводится 4 вольт до 12 чтобы менять скорость вращения понятно есть соответственно какая будет скорость вращения какая будет модуляция от такого источника соответственно будет и какие-то определенные действия оказываться на организм уже взаимодействие но сейчас я решил так сделать типа таймера то есть включаем подаем на 5 секунд 12 вольт вентилятор раскручивается и пауза секунд 10-15 вот он останавливается где-то за 12-13 секунд устанавливается вот остановился опять на 5 секунд даем 12 вольт начинает устанавливаться и вот такими циклами ну еще надо будет попробовать сделать чтобы другую сторону вращался но это уже надо разбирать чтоб в одну сторону и в другую есть именно с переменной скоростью так теперь вот это я тоже в другой раз расскажу но покажу немножко все таки как как сделано понятно что вот этот трефиляр мой традиционный уже только теперь он в таком сокращенном варианте то есть диаметр здесь меньше как я вам уже рассказывал когда то что так как вот я беру четверть волны водорода средние средний диаметр не внешне не внутренней а средний диаметр вот этого трефиляра 53 миллиметра именно средний не внешне и внутренней то этот меньше у этого по моему 40 средний я уже сам забыл так 50 чуть чуть меньше внешне по моему там внутри или 25 или 30 миллиметров уже забыл что этому вставил значит в чем смысл он сейчас стал шире и по диаметру меньше как я вам уже рассказывал что если делать меньше 53 в диаметре среднего размера трефиляра то или в большую или меньшую величину будут потери вот здесь если учесть что он стал меньше где-то вот он по идее должен был потерять процентов 20 от своих возможностей но так как он намотан очень плотно и вот как видите меня даже внешняя намотка она вся ровненько идет абсолютно то есть как в плоских строго виток витку вот я все с точно от начала от первого ряда до последнего ряда у меня все строго идет и очень плотно причем настолько плотно что я пытался вот склеивать их просто клеем даже моментом супер который там железо там все остальное железно склеивает бесполезно начинаешь мотать разрывает то есть вот вот такой применил пластиковый болтик чтобы это все зажать если я сейчас начну раскручивать он просто рассыпется находится в очень сжатом состоянии и вот все лежит очень плотно поэтому я выиграл процентов 10 из-за этого и всего потери получается процентов на 10 всего это я все проверял а все вот испытывал я вот именно таких несколько штук сделал разных диаметров разных соотношений и вот потери вот я проверял их на посохе на на жезлах на других своих конструкциях все вот примерно беру вставляю вот разъемчики вставляю так вставляю так беру традиционный уже свой именно такой и чудо видно что примерно процентов на 10 чуть чуть хуже но это не столь важно вот когда надо все-таки жертвовать размером чтобы он не слишком так выделялся вот как вот здесь например здесь я взял традиционный и вот он не совсем с ним удобно работать вот в таком виде это уже получается еще интересней и на будущее я вот так думаю что будут такие вот делать втулки не на них наматывать именно в таком виде может чуть больше диаметр не знаю надо еще поэкспериментировать но вот этот более-менее прилично я потом еще покажу другие варианты просто не буду сейчас занимать время вот вот все что вот хочу на сегодня вам показать в следующий раз все-таки надеюсь если будет этот раз следующий вот покажу свои новые варианты индикаторов вот какие тут доработки тут кстати вот как я уже рассказывал здесь и тут и тут примены генераторы на трех деталях которые я вот вам выкладывал схему все работает отлично стабильно все без вопросов и как видите с модуляцией все дружит тоже без вопросов все с наступающим вас годом к сожалению этот год был страшный 20 но боюсь что следующий будет еще интереснее все всем пока всем здоровьем а